Мурманская команда по интеллектуальным играм «Норманны» в ходе последнего сражения в Брейнринге уступила титул лидера турнира. Тем не менее, северяне в высшей лиге остались, а значит с большой вероятностью примут участие в финале игры, который состоится 21 апреля. Своими надеждами и планами знатоки поделились с журналистами на пресс-конференции. На протяжении трех последних недель мурманские «Норманы» удерживали титул лидеров турнира в телепроекте «Брейнринг», который транслируется на НТВ. Но в минувшее воскресенье заполярных интеллектуалов сверглась пьедестала команда «Сколково», которую прежде мурманчанам неоднократно удавалось обыграть. В том, что мы проиграли, ничего смертельного на данный момент нет. То есть мы просто переместились в высшую лигу, где находятся еще три команды, которые в итоге будут играть в финальном бою. Но, конечно, теоретически у нас есть шанс еще вылететь из высшей лиги. Это может случиться, если команда-претендент вызовет нас на бой в следующей игре и победит нас в этом бою. Вот тогда мы вылетим из высшей лиги и не сможем бороться в финале. Если нас не вызовут или если нас вызовут и мы выиграем, то тогда мы в любом случае будем играть в финальной передаче, в финальном выпуске. Опыт последних игр показывает, что команды-претенденты предпочитают вызывать ту команду, которая им кажется наиболее слабой из членов высшей лиги. И им наиболее слабой оказалась команда Сколково. И многие вызывали Сколково и неоднократно за это поплатились. Норманы приняли поражение гордо и достойно. Этому интеллектуалы научились благодаря многолетнему опыту. Сегодня многие из игроков в «Что, где, когда» работают и даже преподают. В пятой школе очень популярны интеллектуальные игры. Все благодаря учителю истории, который не только сам увлекается интеллектуальным спортом, но и тренирует школьников. В школе мы используем игры, в частности «Что, где, когда», «Своя игра», «Брейн ринг» для обучения. Ведь оно своего рода является и отдыхом, и творчеством, и даже иногда терапией игра является. Я всегда говорю, что это очень помогает. Потому что вот эта игра, развлечение, она в определенный момент переходит в обучение. И поднимает твой уровень знаний, как по предметам, так и в целом твой кругозор расширяет. Пользу интеллектуального спорта заметили и в администрации города. Татьяна Печкарева вспоминает, что прежде чем из бюджета Мурманска начали выделять средства на умников и умниц, командам приходилось самим оплачивать свои перелеты и турниры. И ведь не зря результат был замечен. «Администрация города Мурманска выделяет финансовые средства на то, чтобы поддерживать интеллектуальное движение в городе Мурманске. На что выделяются финансовые средства? Ну, прежде всего, конечно, на те поездки, которые сегодня необходимы для того, чтобы соревноваться, для того, чтобы как раз достигать вот этого уровня, который сегодня, собственно говоря, достигнут уже команды «Норманы». Совсем скоро «Норманы» отправятся в Ярославль, чтобы принять участие в очередном турнире. Но администрация города поддерживает и младшие команды. В ближайшие выходные молодежная сборная «Заполярье» поедет в город Владивосток, чтобы сразиться за Кубок Дальнего Востока. В качестве тренера и наставника на чемпионате выступит капитан Норманов Михаил Савченко. Буквально через пару дней мы улетаем на крупнейший турнир Дальнего Востока и один из крупнейших турниров всей России. На данный момент там организаторы написали, заявилось 88 команд из 14 городов, из России, из ближнего, из дальнего зарубежья. Будет команда из Китая присутствовать. На предстоящую игру мурманские интеллектуалы возлагают огромную надежду, ведь молодежная сборная Мурманской области готовилась к сражению не один месяц. Продолжение следует...